Десять лет боролись, за несколько дней решили. Предметом многолетнего спора стали гаражи в одном из дворов Тольятти. И тут мнения жителей разделились. Одни активно выступали за снос конструкций, как к тому же выяснилось, бесхозных, и обращались в различные инстанции. Другие беспокоились, не появятся ли по соседству новые сооружения. В итоге найти компромисс и решить проблему помогли члены районного общественного совета. Подробности у Дарьи Болговой. Старые бесхозные гаражи стали предметом спора для жителей этого Тольяттинского двора. Одни уже 10 лет требуют сноса сооружений, другие боятся, что на их месте сделают парковку или расширят проезжую часть. Не подделан, не покрашен, ничего. Вид какой безобразный. Но то, чтобы сюда больше ничего не было, не дай бог. Ездят, вот тут вот все ездят по тротуару. Старушки сидят на скамеечке, и машина, тут негде развернуться. Кроме прочих неудобств, эти гаражи создавали зрительную помеху водителям и мешали проезду скорой помощи. Жители дома озвучили свою проблему на общественных слушаниях по благоустройству, которые проходят сейчас во всех районах города. Этот вопрос взяли на особый контроль представители общественного совета, созданного в Тольятти по инициативе губернатора. Буквально на днях прошли слушания, и вот бесхозные конструкции демонтируют. Решили и проблему с парковкой. Территорию благоустроят для людей, а не для машин. На данной территории должен быть установлен бордюрный камень, восстановлено озеленение, и продолжения парковки не будет. То есть площадка будет использоваться под текущую парковку. В целом данная территория будет включена в программу благоустройства, и вот мы видим на заднем фоне брошенный каток, на этом месте будет каток. Никакой дополнительной парковки транспорта здесь не будет. Все работы по благоустройству члены общественного совета будут контролировать совместно с жителями близлежащих домов. Пообещали, что будет услышано и учтено каждое мнение. Дарья Болгова, Борис Кислицын, Новости губерния.